всем привет сегодня 7 ноября ровно 7 дней как мы приехали в отель global наверное сегодня подведем итоги какие-то что нам здесь понравилось что не понравилось пока мои девчонки собираются на завтрак у меня разминка по плану так вот пока девчонки собираются на завтрак у меня разминка позавтракаем и что-нибудь сегодня запишем девчонки чего нравится больше обед завтрак или уже почему я смотрю она выбирала только дыню и фри как твой пальчик вчера вика получила травму у нас играя в футбол ударила большой палец на ноги я хочу спросить теперь ноготь каким параграфом поедет утренняя зарядка уборка территории пасмурно вот чистота так ну что все завтрак наш прошел мы прогулялись погулялись сейчас время уже около 11 часов что за 7 дней хотелось бы сказать рассказать никаких заготовок не делал сейчас наверно вот как будут мысли в голову приходить так начнем с доставки с аэропорта отелю большое спасибо надо сказать что обеспечил комфортную доставку на хороших машинах mercedes и приехали такси ни копейки денег за это не взяли доставили да и пришлось даже дворец дворейся делать чтобы нашу компанию увезти вот комфортно довезли расположили все хорошо небольшая поправочка меня виктория поправила что доставку делала не отеля государство хорошо кто бы это не был спасибо пусть это будет государство в общем-то приняли приняла нас германия с душой хорошо спасибо полицейским когда-нибудь они увидят или кто-нибудь передаст двое ребят молодцы быстро отработали поставили штампы в наши паспорта сопроводили до багажа посадили на такси все дождались пока мы благополучно уедем полицейским тоже большое спасибо размещению в отеле тоже все хорошо номер в принципе нас устраивает хотя и обещали заменить но да ладно ничего страшного принципе мы здесь нормально расположились уже привыкли вроде бы и хватает достаточно места по еде вообще к отелю претензий нет еда на высшем уровне всего достаточно детям больше всего нравится завтрак потому что они там могут сами выбирать то что им хочется кушать детям больше нравится завтрака по мне вот единственно какой-то вот маленькая маленькое такое замечание почему в обед нет напитков не чайник кофе только вода компот там как мы привыкли это все вот запись запивать еду только водой хотя бойлеры эти также как и на ужине стоят могли бы поставить чай вот по идее претензий нет дай мы мы дать мы даже брали с собой там всякие дошрак там роллтон или такое думая что нам не будет хватать еды друг это кто-то проголодается все нормально с едой вообще вот кто собирается только ехать в принципе кроме сладостей там шоколадок если кто сладкоежки можете не брать еды вполне достаточно ну вот кроме сладостей можно взять конечно еще чай кофе потому что здесь в номере присутствует чайник среди дня до можно попить чай кофе чтобы не покупать его в автоматах он там стоит около полтора евро или евро мы не брали так как взяли все с собой вот чай кофе да возьмите она лишним не будет не помешает для курящих хотелось бы отметить что вот максимально сколько вы можете с собой вести этапом 2 блока на человека спокойно можете брать в чемодан плюс duty free еще что-то купить потому что здесь сигареты очень дорогие у нас тут есть новый друг теперь артем он ему покупали за 8 евро пачку сигарет я считаю это очень дорого поэтому есть если есть возможности она у вас будет тем кто переезжает лучше везите с собой максимально сигареты а лучше не курить и вообще хотя сами тоже грязь вот по прошлом пуни можно добавить то что именно для мальчиков то все нормально мне без разницы я мою там голову вода мягкая шампунь хороший виктория мне помогает подсказывать что все-таки если у вас такие волосы вы любите за ними ухаживать надо вести свое свои принадлежности в том числе мыло чтобы постирать здесь потому что стирка здесь забирают ваши вещи но этот происходит раз в неделю ты можешь сдать вещи на стирку ну а за неделю конечно же все равно есть что постирать по мелочи это мыло для стирки этом шампуня кондиционеры для себя уже не помешают берите лишним они для вас не будут хотелось сказать спасибо еще директору отеля за то что у нас была ситуация когда увидите на сестры она его уронила и сломался телефон перестала поступать зарядка как мы не пытались это победить здесь на месте не смогли обратились к нему он с удовольствием помог позвонил службу ремонта сотовых телефонов буквально за один день его починили за 50 евро подарили чехол еще к этому я считаю цена вполне адекватная даже волна те в казахстане где мы жили я думаю было бы не дешевле до 20 тысяч деньги за ремонт телефона как бы это вполне нормальной директору большое спасибо также на рецепшене работают две русские девочки которые русскоговорящие извините которые могут тоже вам в любой момент помочь с чем-то у нас не хватало подушки не принесли там у кого-то не работал номере телефон тоже отремонтировали пульте батарейки там тоже заменили все только с их помощью и небольшой лайфхак как сэкономить копеечку тот момент когда вы прилетаете и расселяетесь в отель у вас вот сутки в нашем случае двое суток мы находились в номере и здесь пока ты в номере разносят вам бесплатно воду две бутылки или три бутылки воды в день у нас скапливалась мы время отказывались от нее потом поняли что выходе думали что так будет всегда а потом когда ты выходишь с карантина это же самая вода за две полтора литровые бутылки уже она стоит полтора евро так что ну по возможности скопить ее побольше там когда приносят просить может быть не одну а две бутылки вот в целом здесь можно пить воду из под крана данный момент мы как бы пробуем пробуем а берем эту воду кипятим ее и можем ее пить спокойно нормальная вода многие в комментариях спрашивали по поводу лекарства можно ли сколько можно провозить какое лекарство лекарства безусловно провозить можно берите с собой все что вам нужно антибиотики все у нас было с собой шесть чемоданов в каждый чемодан мы положили по приличному пакету лекарств и на таможне никто нигде нам ни одного слова не задал зачем вы везете лекарства сколько везете некоторые лекарства века даже бывают же пузырьки там в нем на дне таблеток века раскрывала три четыре пузырька в один чтобы сэкономить место в один все скидывала вот поэтому лекарства везите именно вот в казахстане в алматы я не знаю как других может странах ну нам никто не задал вопросов хотя в каждом чемодане у нас я повторюсь лежала по такому нормальному пакетику с лекарством все в один мы не с не стали конечно складывать вот почему данном распихали про интернет хотелось бы сказать что именно в глобале интернет достаточно хороший принципе все работает в плане вот ватсапа позвонить кому-нибудь даже и там youtube можно посмотреть все хорошо но все равно большую часть времени здесь нечем заняться если не гуляешь накачайте себе там на жесткий диск фильмов принципе в телевизоре есть юсб порт которому ты можешь жесткий диск подключить и посмотреть какие-то фильмы потому что здесь онлайн уже как бы перестраивается регионы на ноутбуке вот у меня например я не знаю каким образом он перестроился я не могу смотреть онлайн фильм даже на тех сайтах которые вот в алматы смотрели на они уже здесь блокируются они работают в данном регионе про тв приставку я уже рассказывал в предыдущих видео можете посмотреть тоже можете закупить она и дальнейшем вам германии пригодится что можно посмотреть русский канал про чистоту в номере номера хорошие убираются раз в неделю вот у нас вчера прибрались прямо молодцы помимо этого каждые три дня меняют полотенце на чистые ну вот в общем то такая у нас выдалась неделька мы довольны отеля кто там него когда-то ругал придирался к чему-то я считаю это лишним хороший отель нормальный глобал маленькая немножко территория но даже на ней есть чем заняться у нас там сейчас может быть попробую видосик сейчас если подойдет вставить сюда играют футбол все кто бегает уходит по кругу кто бегает в общем то народ сидит между собой разговаривают общаются досуг у людей проходит именно в таком формате позавтракали вышли на улицу все походили побегали пообщались пошли в номер здесь часик полежали уже обед настал после обеда та же самая история все вышли пообщались побегали и ужин тоже самое все как день сурка каждый день одно и то же но ничего это можно пережить все нормально главное здесь ты обретаешь новых друзей новое знакомство всех с кем мы познакомились приятные ребята передаю всем привет вот ну давайте будем дальше жить дальше снимать подписывайтесь на канал и Субтитры сделал DimaTorzok Делают второй тест на ПЦР Второй тест не на ПЦР, а второй ПЦР-тест Если он окажется негативным, то ближайшие 2-3 дня мы уже поедем во Фридланд Надеюсь, это произойдет побыстрее, потому что мы ждем Уже устали сидеть на одном месте, хотим двигаться дальше Вот, такой у нас вид из окна, кстати По-моему, я не показывал Выходит на ту улицу, куда приезжает автобус Где мы заходим на рецепшн Всем пока, до скорых встреч, ждите новое видео Всего доброго